Привет, друзья! Вы смотрите канал Около Музона, и сегодня мы посмотрим видео с канала Истинный Маг Сергея Сокола. Видео называется «Кавер-группы. Это паразиты на теле музыкальной индустрии». Друзья, ну про кавер-группы я... мне есть что сказать, я много чего знаю, вот, и я думаю, раз видео так называется, мне будет с чем поспорить 100%, так что приятного вам просмотра, поехали! Друзья мои, теплые деньки закончились, и на улице сыро, слякотно, а это значит, что я не могу взять вот этого вот товарища, который называется электросамокат, взять рюкзачок с камеры и поехать на какое-то красивое место на пейзажах, и заснять для вас бложек, бложек, блежек на красивой картинке. Приходится снимать это дома, здесь у меня тоже картинка прекрасная, но как хорошо, как вам нравится, когда я выезжаю куда-то, смена места, это всегда выглядит красиво. Сокол в печали, Сокол грустный. Но, что делать? Контент нужно ковать, вам нужны новые ролики, мне нужны новые ролики, поэтому поехали. Вступительное слово закончено. Приветствую тебя, ищущий, меня зовут Сокол, истинный маг. И сегодня, наконец-то, настало время поговорить о кавер-группах, хорошо это или плохо. Поехали. На рекой улу отпускай, ворох мыслей и узнай, там, где птицы спорят с ветром, светлая печаль. Все вы прекрасно знаете, что такое кавер-группа. Это общность людей, которые берут чужой материал и начинают его как-то видоизменять, или просто один в один снимать, и с ним... Общность людей. Выступать. Хорошо это или плохо? Скажу сразу, чтобы вы не ждали до конца своего драгоценного времени, не теряя. Да мы уже поняли. Я считаю, что это плохо. И, конечно же, весь остальной ролик, весь остальной тайминг я буду вам объяснять, почему я так думаю. Поехали незамедлительно. Ну вот, кстати, да, сейчас самое интересное будет, почему же это плохо, ты считаешь? Я играю в кавер-группе, сейчас посмотрим. Итак, друзья мои, есть два лагеря музыкантов. Одни, создающие контент сами, такие как я, например, и много других. Сокол опять якает. Да, я, это звучит гордо, это звучит круто, не бойтесь говорить я. В этом нет ничего плохого, вас учат, что это плохо, но на самом деле это нормально. Человек должен гордиться тем, что он делает, ну, по крайней мере, если он делает неполное фу-фу. Хорошо, ты создаешь контент, то есть твоя группа Виконт. Окей, я тоже создаю контент, у меня есть группа Плохие дядьки. Дальше. И второй лагерь музыкантов, которые не создают контент сами, а просто берут чужое и либо подбирают его ноту в ноту, либо видоизменяют. От какого хрена? Итог, кавер всегда получается различным. Одна кавер-группа может сделать кавер даже лучше оригинала. Круче спеть, интереснее аранжировку сделать. В общем, я уже не говорю про то, что кавер-группы даже снимают клипы на то, что они перелопатили у других. Взяли у других, перелопатили и выпускают на это клип. Можете себе это представить? И бывает даже... Точно так же, как в театре ставят постановку, которая описана в книге, например. Так что это получается лучше оригинала. Например, яркий пример, который я могу сейчас вам привести, это песня Виктора Цоя, группы кино, которая называется Кукушка. Все вы знаете прогремевший по интернету кавер Полины Гагариной, которая еще является саундтреком. В общем, эмоционально исполнена. Аранжировка классная. Сведение классное. Полиночка поет офигенно просто. Ну, сами понимаете. И, казалось бы, совершенно невнятная, ни о чемная песня. Цоя... Ой, сколько же сейчас негатива будет от фанатов Цоя к нему. Просто унылая какая-то непонятная дичь превратилась в мощную такую эмоциональную, прям ураганную песню, которая прогремела не только в России, но и по другим странам. На нее снимали реакции блогеры, все это дело смотрелось, комментировалось, записывались реакции на все это. Это замечательно. Но, хочу высказать вам свое объективное мнение, или субъективное, может быть, как его там посчитаете. Разовые такие вкрапления я всегда уважаю и поддерживаю только. То есть есть группа, которая выпускает свой материал и изредка делает какие-то кавера. В этом нет ничего плохого, и даже я сам делал два кавера. Что-то очень долгое вступление. А что, когда плохо будет? Окей. Это на группу Мастер, Сын Камня и на группу Маврин. Приговоренный к любви. Мы участвовали в трибьюте, эти песни вышли на альбомах, сборниках, то есть там одобрено все самими группами. То есть все это рассматривалось, входило, соотносилось и выпускалось на релизах. Вот, собственно, этот релиз группы Маврин. Здесь на... Реклама, ладно. ...в диджипаке. Хорошо. У нас два диска. И на задней стороне, на CD2 можно заметить... Чувствую, что каверщики сейчас плохими окажутся. Музыкант, приговоренный к любви. Трек номер три. Это моя группа. Не помню, был ли где-то у меня диск с мастером, где наш сынка мне там искать не хочу, сейчас в этих старых полках своих рыться. Но это нормально. То есть даже если группа выпускает на каждом альбоме какой-то один кавер на своем, или просто там раз в год играет чей-то кавер, это хорошо. Самое главное, и в чем у меня никогда не бывает претензий к таким музыкантам, это когда они выступают со своим материалом. И включают, ну там, один, максимум два кавера за все выступление, и все. Это, в принципе, нормально. Но, понимаете, существуют такие группы, которые выступают без своего материала и только, только с каверами, чужими каверами. Ну, с песнями чужих групп. На них строится все выступление. И это бывает не только с группами ресторанного типа вот этого, вот когда вы приходите, и там совершенные ноунеймы, которые просто играют, развлекают, пока вы жрете лобстер. Бывают, кстати, и несовершенные ноунеймы. Например, группа Фрукты, которая на Вечернем Урганте работает, это не ноунейм. Группа Mercedes Dance, там барабанщик, популярный блогер. Вот, есть куча групп, где вокалисты, это участники голоса, и поизвестнее тебя, Сергей Сокол. Так что, насчет ноунеймов, ты немножко пока погорячился. Ну, есть, конечно, и ноунеймы, но это не важно. Как бы, вообще разбираться не к чему. Это позорище, которое, ну, просто, я считаю, что не должно существовать, потому что, либо ты поешь просто караоке, ну, и говоришь это, либо ты кавер-групп, понимаете? Вот сам момент кавер-группы. Люди собираются музыканты, то есть вокалисты, басисты, барабанщики такие, ребята, давайте организуем группу, давайте, давайте, что будем делать? Ну, давайте просто играть чужие песни. Вот этот самый момент, когда принимается вот это самое решение, я таких людей просто не могу понять. Короче, я тебе сейчас объясню, Сергей Сокол, все музыканты, каверы, не каверы, нет, ну, почти все, ладно. Короче, если люди самоучки, то они всегда делают сначала свое творчество. Они сейчас, мы сделаем песню, все, а потом, когда ничего не получается, денег не приносит, то да сё, но ты хочешь заниматься музыкой, ты думаешь, а может быть, я лучше хорошо научусь играть на инструменте и буду играть в кавер-группе, раз со своим материалом, например, не получается. Это первый момент. Другие еще есть люди, которые идут в кавер-группы. Это просто люди с музыкальных училищ. Да, музыкант – это работа, представь себе. Это не просто кокаин нюхать там или еще с девчонками тусить. Это работа обычная, которую учат в институте. Человек идет пять лет или шесть, сколько там он учится в институте, чтобы ему играть на трубе. И после института ему нужна работа, работа, на которой он учился. И это не твоя группа Виконт. Ты не будешь платить музыкантам, которые к тебе придут играть, потому что у тебя нет концертов особо, ничего нет. Ну, есть какие-то концерты, ну, что там твоя группа зарабатывает, ничего. Вот. А это кавер-группа. Да, такие музыканты работают и у популярных артистов. Кстати, ты говоришь, Сергей Сокол, вот ты такой создаешь контент. Ну, ладно, ты создаешь. А в твоей группе все создают контент? Или есть нахлебники, допустим, которые просто играют? То есть кавер-группа – это то же самое. Люди просто играют и зарабатывают деньги. Что тут непонятного? Человека творческого человека, который умеет, научился играть. Я говорю с сарказмом, всякие слова типа нахлебники, чтобы было понятно ему. В гитаре или там учился петь, у него не возникает желания написать свое что-то. Да возникает у всех желание. Все каверщики играют, практически все, играют в параллельных проектах, играют в других группах, играют творческий материал, вообще почти все. Но если они не хотят просто, они не хотят идти работать на другую работу, в офис, на завод и так далее, хотят зарабатывать музыкой, потому что умеют это делать, они идут работать либо к артистам известным, либо к поп-артистам, либо к рок-артистам, к любым, вот. Либо идут в кавер-группы. Просто берет такой, так, ну все, теперь я могу исполнять там Гансон Ронс или Металлику, и вперед там, или попсовывать что-то. Каким образом это может мысль у человека в голове... Ну я, ты смеешься, а Сергей Маврин играл, по-моему, играл кавера, по-моему. Я не буду говорить точно, но, по-моему, он играл кавера. Но то, что он играл у поп-артиста, это уж сто процентов. Как наемный музыкант, который не придумывает своего контента, а просто приходит и играет, что ему говорят. Что тебе не нравится? Возникнуть, друзья мои, как это может... Как может возникнуть идея рок-музыканту, который там и варии поиграл, идти играть к поп-артисту? Как может такая возникнуть идея? Ну, так, то, что человек... Я считаю, что если ты музыкант, по-настоящему хочешь именно музыкой заниматься, лучше пойти играть в кавер-группу, лучше пойти играть куда угодно, к Моргенштерну, куда угодно, к Филиппу Киркорову на гитаре, на барабанах, на чем угодно, чем пойти и забить на музыку, и пойти работать каким-нибудь там офисным работником, менеджером, ну вообще любой работой другой. Вот и все. Быть. Вы обозорились. У человека нет никаких амбиций, ничего нет. Он просто... Да мне этап нормально. Самое главное, чтобы шла денежка в карман. Ну вот я говорю, Сергей Сокол, он не понимает, просто как и многие, что люди, которые работают в кавер-группе, они любят свою работу, и не только денежка там фишка. Вот. А ты относишься к этому как к полноценной группе. Ты играешь хитовые песни, которые заводят людей. То есть у тебя каждая песня — это хит, который заводит людей. Люди поют вместе с тобой, танцуют вместе с тобой. У тебя нормальные гримерки, у тебя полноценные концерты с нормальным звуком, светом и так далее. Еще и с ведущим. Вот. А, например, твоя группа Виконт, я не знаю, я не смотрел, но я, кстати, еще гляну, какие у тебя там концерты. Наверняка там 10 человек стоят, смотрят на твою группу. Все. И то только потому, что ты популярный блогер. А если бы еще блогером не был, то вообще бы там у тебя на концертах никто не собирался. Ну, не популярный блогер, но такой относительно у тебя есть какая-то популярность. В принципе, что такое кавер-группа? Это быстрый заработок денег, если ты находишь какую-то лазейку. Нет, это не быстрый заработок денег. Кавер-групп миллион, жесткая конкуренция. Ты попробуй создай кавер-групп. Вот все так думают. Сейчас я быстро заработаю денег. Хрен вы что заработаете. В барах будете выступать за 10 тысяч рублей? Вот вам весь заработок будет. Если у тебя есть какие-то подвязочки, где можно выступать в каких-нибудь барчиках, ресторанчиках, людям, если это качественно исполнено в зале, они, конечно же, ну и... Ну, про подвязочки сразу скажу. У нас не было никаких подвязочек. Все искали сами, все думали, пиарили и так далее. Прикольно. Играли, кстати, с кавер-группой бесплатно дофига раз. И до сих пор играем. До сих пор играем бесплатно. Много где. Нормально, вот поют. Я знаю эту песню, песня известная. Мне кайф, я сижу, жру, сижу там в соусед смакаю своего. Да. Лобстера, и мне прекрасно. Люди меня развлекают. Давай, к скоморохе играйте. И вы знаете, кто я. Кстати, точно так же, как и классическая музыка. То есть классическая музыка тоже нельзя исполнять, что ли, получается? Тоже тебе не нравится? Как это возникла такая идея пойти и переиграть Моцарта? Как? Что за бред? То есть в чем твоя претензия? Я не понимаю просто. То есть ты хочешь, чтобы вообще ничего этого не было? Чтобы никто ничего не переигрывал? Ну, в театрах не делали постановки из книг, эти классические музыканты не переигрывали Моцартов, да? Типа. То есть они все тоже каверщики. У них своего материала нету. Как сами группы при этом себя чувствуют, я понять не могу. Просто вот они собираются где-то на репетиции, да? То есть вместо того, чтобы... Ребятка, у меня пару идеечек есть. Давайте мы с вами попробуем. Вот то же самое. У меня пару идеечек есть. А вот эту можно с этой песней замиксовать. Прикольно. Вот у нас, например, It's My Life, Bon Jovi, замиксована с лободой твои глаза. Офигенно. Мы старались, мы это делали. Потратили несколько птиц на это, чтобы придумать, как это сделать прикольно. Там еще что-то. То есть где-то аранжировку поменять. Где-то, допустим, смотрим там электронная песня. Надо как-то вживую ее переделать. Это такая же работа. Это работа... Это посерьезнее работа. Потому что придумать свою песню никому не нужную. Да это, блин, таких групп миллион, кто свое творчество придумывает. И толку от него. Ну, толку. Ну, вот придумать песню вообще, это, по сути, плохую. Вообще не сложно. А хорошую песню, как бы, или еще ее продвинуть, и чтобы с этого зарабатывать, и чтобы не идти в работный завод, там, или еще куда-то. Вот. Или там, ну, куда угодно, в общем. То это не так-то просто. Вот. Поэтому я не понимаю, в чем твоя претензия. Просто заделать новую песню свою. Свою песню. Нет. Да все свои песни делают. Все. У всех. Вот у нас в группе пять человек. Только, наверное, у вокалистки, я не знаю, были какие-то свои творческие проекты или нет. Может, и были. Вот. У нас у всех были и есть до сих пор свои группы. И у басиста, и у барабанщика, и у вокалиста, и у меня. У всех. Просто это не катит. Ты устаешь. Вот мы шесть лет выступали с плохими дядьками, но нет такого, что супер-бум, супер-взрывает эта группа. Хотя мы и на радиомаяк наши несколько песен ставили. И мы выступали на большом концерте как раз от радиомаяк, там, от передачи. Вот. И много где. И даже есть, я рассказывал в этом, в передаче с Сергеем Стилавином, где они ездят по городам на машинах, там, на лондровере. Наш трек включали «Мент». Вот. То есть много где все было, и все равно нет выхлопа. То есть я понял так, что мы не сделали настолько хитовые песни, чтобы просто выстрелить, ну, вообще прям на всю страну, и чтобы этим можно было зарабатывать. То есть каждый раз ты делаешь концерт, приходит, там, не знаю, 15 человек, вот, ты ничего не зарабатываешь, только куча гемора, выступаешь в полупустом зале, и ты думаешь, а зачем? Ну, просто как бы. И музыкантов ты не удержишь нормальных. Музыканты тоже хотят там жить и нормально делать. Никто не будет работать на нормальной работе, 5-2, и еще думать, заморачиваться над своей группой, над клипами, там. Да, это по молодости может быть, но когда ты уже взрослеешь, у тебя просто ни на что времени не хватает. Вот и все. Они не парятся этим, они просто берут и играют чужое. Так, ну вот, сегодня мы разберем трек, там, «Unforgiven 2». Давайте, поехали. Я готов тыкнуть в имена и назвать пальцы. Музыкантов нет никакого чувства, собственно, достоинства, нет никаких амбиций. Это еще, помимо всего прочего, неэтично. Я уже говорил выше, что когда музыкант выступает своим творчеством и, там, делает пару каверов и включает их в свой концертный сет, это нормально. Кстати, реально, вот это почему нормально-то? Для чего каверы включают в свой собственный сет? Именно для того, чтобы раскрутиться. То есть корыстная цель. Раскручивайся со своими песнями. Че ты? А ты подстроил ситуацию выгодно под себя. То есть ты так делаешь, и это нормально со своей группой. А кто играет просто каверы, ненормально. В чем логика? Какая разница? Плюс, реально люди на свадьбах хотят, не хотят слышать одну группу. Во-первых, это дорого. То есть, смотри, по сути, получается, группа стоит дорого, профессиональная, ну, не профессиональная, а со своим материалом, с творческим. И люди хотят на свадьбу себе заказать, чтобы группа пела эти хиты. И она вызывает каверщиков, которые дешевле, и сразу поют все хиты. Потому что, например, реально, у какой-нибудь одной группы бывает там два хита, и все. И что, потом слышать их унылые песни, там, всю остальную свадьбу? Нет. Это, то есть, это как бы есть, потому что народ этого хочет. Другой вопрос, что наше государство ни хрена не сделает никак, что, типа, мы, кавер-группы, бы отчисляли артистам какие-то деньги за выступление, это второй вопрос. Это второй вопрос. Да, это хреново. Вот. Но, с другой стороны, каверщики играют, пиарят тем, ну, хоть как-то эти группы. Хотя, как бы, все равно каверщики играют то, что, в принципе, популярно на самом деле. Но, тем не менее, то есть, особо вреда это артисту не принесет. То есть, у них кусок не урывают, по сути. Просто, да, зарабатывают на их творчестве, но не так, что они мешают выступлению артиста. Поэтому артистам всем пофигу на кавер-группы, и никто это особо... Я ни разу не видел, чтобы кого-то, кто-то осуждал, что каверы исполняют. Ну, просто, потому что сами артисты все это прошли. И у артистов, у известных групп, очень много играет сессионных музыкантов, которые сами играли в каверах когда-то. И, может, потом пойдут играть, после выступления с этим артистом. Короче, Сокол снимает контент для детей, которые реально ничего не разбираются, не понимают. И вот им вот это расскажет, они такие, о, да, молодец, да, каверщики от 100, и все, как бы. Ну, когда у тебя весь сет состоит из каверов. Да, весь сет. Вот тут у меня большой вопрос к этике. То есть, в голове моей возникнет, ну, как-то так хочется, знаете, чтобы не обидеть никого. Кстати, у тебя, Сергей Сокол, весь твой канал Ютуба, по сути, это обсуждение других музыкантов, других групп. То есть, твой контент считает такое же паразитирование, такой же кавер. И что, тебе кто-то за это предъявляет? Я могу тебе сказать, ну, снимай свое, про свой виконт рассказывай про свою группу. Снимай блог, там, что-то интересное рассказывай, что-то новое. Нет же, ты просто обсуждаешь, эту группу обсудил, эту обсудил, эту обсудил. Вот. То есть, это все в жизни кавер. То есть, все что-то копируется, берется, обсуждается, отсылки и так далее. В моей голове сразу возникает такое. Я пустое место, я ничего не могу сделать сам. Я просто беру у чужих. Я как пиявка, которая сосу кровь из творческих людей. Нет, ну, вот я говорю, то есть, контент, вот, рассчитывая, я не знаю на кого. То есть, все делают свое творчество. Вот у меня есть группа с моим творчеством. Есть на iTunes, там, везде, на Spotify, там, везде есть наше творчество. Два альбома, еще один макси-сингл. Вот. И что? И у всех, у моих друзей, вот, кто у нас вокалист к аэрогруппе, у него группа Monkey Business. Там вообще у них там 6 или 7 альбомов, я не знаю, сколько у них там. У них много было. Вот. Нашу басиста группа есть, метальная. Тоже там, я не знаю, сколько они там записали. То есть, у всех все есть. Просто, да, мы хотим заниматься музыкой. Музыкой. Каждый день хотим заниматься музыкой. Вот и все. Есть группы метальные, которые только исполняют каверы и только этим занимаются и больше ничем, ничего своего не создают, понимаете? Я сегодня не буду никаких названий называть, чтобы никого не обижать. Но есть группы, блогеры, которые строят на этом все свое творчество, которые не создают своих песен. Да, и что? Это ужасно. Ужасно и печально. Потому что я считаю, что те труды, которые вкладывал музыкант в свое творчество, в запись своей песни крутой, он потратил туда кучу денег. Потом приходит какой-то хер со двора, берет эту его песню, выступает с ней, получает за это деньги и вообще не парится ни о чем. Ну, знаешь, я тебе так, Сергей Сокол, скажу, не парится ни о чем. Ну, попробуй. Не, ну ты-то, понятно, тебе это не интересно. Но я знаю миллион людей, которые создают кавер-группы и которые ничего не могут заработать. Нигде их никто не приглашает, никто не выступает. Париться приходится ровно так же, как и в группе со своим творчеством. Вот. Ровно так же. Единственное, что тебе не нужно писать материал. А многим группам, например, кстати, Сергей Сокол, например, группе Ария, тексты вообще пишет поэт другой, не из группы. И что? Они вообще вот такие, вот Ария плохие какие, а? Козлы какие. Типа взяли, не парятся ни о чем, текстики нам напишут, все просто. А есть группы, которые полностью покупают все, полностью песню с текстом, с аранжировкой, с инструментами, с музыкой, со всем, еще и записанную. И потом есть выступают. И что? Просто, ну, детский сад, детский сад. Тотальный вообще. Короче, либо Сергей Сокол реально не понимает, но я в этом как бы сомневаюсь. Мне кажется, он просто делает вот контент реально для детей. Просто вот лишь бы что, вот лишь бы что. Какой-то конфликт, что был в ролике, и все, лишь бы что говорить. Но это, конечно, уровень контента, ну, дно полное. Потому что, ну, это вообще жесть. Когда я могу взять чужое и просто наслаждаться денежками. А за живую музыку, в принципе, даже неплохие деньги иногда платят, если ты можешь найти какую-то подвязочку где-то опять в ресторане. Да никакая подвязочка не сработает в ресторане. Ты можешь понять, если ты плохо исполняешь, если ты выглядишь плохо, если ты поешь плохо, если ты песни выбираешь плохо для каверов. Если вот ты выбрал там всякие, там, не знаю, один русский рок, тебя не будут никуда звать нормально. В бары тебя будут звать. Дальше баров, свадьбы, корпоративы для тебя будут закрыты. Понимаешь все? Тут куча причин, куча всего. То есть работать надо, как в обычной группе. Все продумывать, все пробовать. Вот. Делать шоу, репетировать движение, одежду покупать. Тоже вкладывать кучу денег изначально. Вот. А подвязочка никак не сработает. Если в бар ты пришел и сыграл фуфло, тебя второй раз хоть какая у тебя подвязочка не позовут. Люди не дураки. Предприниматели не дураки. Вот на нашу группу, например, уже даже нам говорят, вас в бар приглашают и народ бронит столики. То есть народ бронит на нашу группу, хотя мы каверщики. И они бронят на нас типа столы. То есть такая штука даже бывает. Понимаешь? Никакая подвязочка тебе не поможет. Поможет только выступление крутое. И все. Этих кавер групп прорва. Их стоит в очередь постоянно. Везде. В этом плане тоже есть конкуренция. Но, блин, это не здоровая конкуренция, когда ты борешься за свое место на песенном олимпе, на олимпе славы, которым ты пробиваешься своим творчеством. Нет. Люди просто вот это делают, берут чужое и паразитируют. Да, 90% музыкантов вообще ничего не пишут свое. Какой-нибудь басист, барабанщик в группе, он ничего своего не пишет. Кирк Хэммитт в «Металлике» не написал ни одной песни. И что он теперь? Все плохое, что ли, по твоей логике? Да миллион групп сейчас взять, там просто альбом открываешь, там ни одной песни там басист не написал. Что, он все не музыкант теперь, что ли, по твоей логике? Какая разница просто что играть ему? Он может играть, вот басист, в группе там с человеком, который свое творчество поет, а может играть с человеком, который чужое творчество поет. Какая разница? Или пойти, например, к Лепсу играть, или к Земфире, или еще кому-то. В чем прикол? Знаете, это чувство, когда стоишь вот так, на самом краю обрыва. Друзья мои, я считаю это неприемлемым и все, свое творчество. Ты уже сам в свой ролик сейчас вставил вот эти вставки с Джеком Воробьем, там и еще куча вставок, не своего контента. Ты что, не можешь свой контент делать? Зачем ты чужой вставляешь? Я не понимаю. Вот это самое, вот как бы, я не знаю, вот меня это конкретно бесит, то что человек... Ну ладно бы ты сам таким был белым пушистым и критиковал, но ты же сам такие же каверы на все делаешь. В чем прикол? Творчество посвящать воровству, как по мне, я считаю это плохо. Даже если вы делаете аранжировку интересней, исполняете кавер интереснее олигинала, это все равно. Должно быть только локальным... Блин, мне кажется, он так запинается, мне кажется, он сам сомневается в своих словах. Он такой думает, блин, что-то меня понесло, что-то я уже дичь какую-то говорю. ...точечным уколом, который не будет затмевать ваше сольное... Творчество, ваши придумки. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, я вашу свою позицию на этом высказал. Жду от вас какого-то объективного мнения, ну или критики объективной какой-то. В общем, с вами был Сокол, истинный маг, да пребудет с вами сила. Пока. Ну, короче, вот моя критика, я вообще не согласен с твоим мнением, вот, и я каверщик, и я считаю, что я нормальный музыкант, и ничего не ворую, вот. Просто мы исполняем, и, опять же, мы никакой кусок хлеба у музыкантов не урываем, потому что музыканты на таких мероприятиях не выступают. На тех мероприятиях, где выступаем мы, они не будут выступать. То есть мы, ну, никак не пересекаются эти аудитории. Вот и все. Вся причина. Поэтому претензия твои вообще странные. И тем более, но, типа, один-два кавера можно сделать. Вот, например, группу Guan Apes. Я ее вообще узнал только из-за песни Beak in Japan. Это самые известные их песни, наверное. Вот. Ну, там есть еще всякие Open Your Eyes, там, или еще что-то. Вот. Но Beak in Japan прям выстрелила, и это кавер. То есть они за счет кавера стали супер популярными. По крайней мере, в России. Вот. Ну, и что, как бы. То есть они тоже своровали песню, чтобы, типа, из корыстных целей, что ли. Не, ну, так и есть. Конечно, они хотели продвинуться на песни, но так все делают. То есть в этом нет никакой разницы, что каверщики, что не каверщики. Вот. Нет. Если бы ты хотя бы сам говорил, что ты, типа, против вообще каверов, то есть только свое творчество. Это еще ладно, хоть как-то. Ну, ты и сам делал каверы, и что. Ну, и что же тебя одобрял артист. Мы вот, например, с моей группой, вы можете ввести Рыжов Бенд, называется, песня Нюша. Кавер. Введите так? Ну, даже просто Рыжов Бенд, Нюша. Чудо. Вот. И мы сделали клип, сняли, как и ты сказал. Вот. И он есть на Ютубе. И Нюша в своей официальной группе ВКонтакте постила этот клип. Потом уже она сама его увидела, как-то нашла и постила. Вот. Я делал кавер на Красную плесень. Вот. Опять же, мы просто на репе его сыграли. Яцина увидел. И, типа, сказал, о, прикольно, давай сделаем официальный кавер. Мы сделали официальный кавер. То есть вот и все. То есть все артисты за, только Сергей Сокол против и считает, что каверщики – это отстой. Вот. Хотя, реально, научиться играть кавера, то есть, допустим, в своей песне проще всего играть. То есть ты вышел, сыграл и придумать проще всего. Потому что, ну, придумал ты песни, они кому не нужны. Ну, сидишь, ты играешь и чё. Вот. Вот. А сыграть каверы, то есть это надо определенный уровень владения инструментом, там, и куча факторов, короче, чтобы сделать хорошую, крутую, востребованную кавер-группу. Вот. И опять же, это выбор именно музыкальный. То есть, и помимо этого, я говорю, из консерватории куча людей просто выпускается, и им надо работать. То есть, кто-то работает там в каких-то там консерваториях, кто-то в театрах, кто-то там духовую музыку играет, кто-то у артиста играет, кто-то играет в кавер-группе. Вот. То есть, это претензия, но иди предъявляй тогда всем оркестрам, что они играют не свое. Все фильмы, которые сделаны по книгам, тоже каверы, тоже отстой. То есть, все плохие, все друг друга воруют и так далее. Ну, это вообще бред полный. Ладно, ребят, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Всем пока.